Здравствуйте! Вы смотрите программу «По существу» в студии Татьяны Молокова. Сегодня у нас в гостях уполномоченные по правам ребенка в Чувашской республике Вячеслав Фрафинов и Татьяна Иванова, педагог-психолог Центра психолого-педагогической реабилитации и коррекции Минобразования Чуваши. Здравствуйте! Здравствуйте! Вячеслав Викторович, 17 мая отмечается Международный день детского телефона доверия. Какие цели у этой, не организации сказать, а у этого телефона, скажем? У службы. У службы, да. У службы детского телефона доверия, само название, наверное, говорит, значит, это телефонное доверие, куда могут обратиться дети, взрослые, родители по вопросам, которые возникают в жизни, когда возникают недоразумения, непонимания друг к другу, конфликтные вопросы. А вот 17 мая, действительно, Международный день детского телефона доверия, и этот день в этом году, в 14-м году, отмечается под девизом «Помочь ребенку, помочь семье». Телефон доверия у нас в республике, детский телефон доверия, заработал с 2010 года. Он начал работать с помощью Российского фонда поддержки детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, и этот телефон имеет федеральный номер 8-800-2122. Номера детского телефона доверия есть у нас в школах, есть в детских дошкольных учреждениях. Ну и вот сегодня еще раз я напоминаю, 8-800-2122. Этот телефон отличается чем? Во-первых, он бесплатный, телефон он анонимный и конфиденциальный. О том, что разговор какой там происходит, там не нужно себя называть, когда звонишь на этот номер телефона, когда хочешь проконсультироваться. Этот телефон, он очень нужен, и нужен прежде всего для того, чтобы ребенок не замыкался в себя в своих проблемных вопросах, чтобы он мог проконсультироваться. Не всегда дети доверяют нам вот свои внутренние проблемы взрослым. Взрослым, да, они всегда могут раскрыться. Лучший вариант, когда ребенок делится с родителями, и ребенок видит понимание своих проблем в глазах родителей. Ну, родители тоже не всегда помочь-то ведь могут, могут и совет не тот дать. Иногда родители просто не хотят в это вникать, ведь вопросы, проблемы ребенка уходят в сторону. Родители идут по очень короткому пути. Вот, или у ребенка должен быть вот друг, это ровесник или чуть постарше, который его может вот именно поддержать вот в тот проблемный для него, кризисный для его психики момент. Самое главное, чтобы вот вовремя оказать помощь, вот когда возникает прежде всего проблема у детей. Ну, на этот телефон доверия, как жизнь показывает, звонят и взрослые, это и родители, и старшие родственники, близкие у ребенка. И они часто бывают, нуждаются в консультации. Татьяна Николаевна, а вот есть какие-то данные, кто все-таки больше звонит на телефон доверия? Взрослые, дети или вместе? В основном звонят дети в возрасте от 12 до 15-16 лет. Нет, взрослые родители звонят не так часто. Если в процентном соотношении брать, то это примерно 12%. То есть самый такой сложный период с 12 до 15, когда очень многое дети для себя решают, принимают каких-то решений. То есть все-таки дети советуются, да, с психологами? Не зря говорим, переходный возраст, ребенок взрослеет, становится ведомо взрослым. В таком возрасте очень трудно доверять вообще любому человеку. И просто необходимо взрослый, который сможет и выслушать, и направить в нужное направление. А тем более, я так понимаю, что телефон доверия, он анонимный? Да. Да, анонимный. С какими проблемами чаще обращают подростки? Ну, на первом месте это, конечно, взаимоотношения полов. Это первое – любовь, взаимоотношения. Как признаться в любви девочке, как установить взаимоотношения. Вот. Вторая актуальная проблема – это детско-родительские отношения. Недопонимание между детьми и взрослыми людьми, родителями. Ссоры, когда между собой родители ссорятся. Очень болезненно дети воспринимают проблему развода в семье. Третья проблема – это проблема страхов. Да. Вот именно переживания по поводу неуверенности, различных фобий, боязней. Времепровождение – четвертая проблема. Как ни странно, у нас в республике она очень актуальна. То есть дети, несмотря на наш технологический прогресс, вроде бы у нас очень много для детей делается и кружков. И в то же время остро стоят проблемы, когда им просто скучно, они не знают, чем заняться. Как поступают психологи? Как они доводят информацию до детей? Какие методы используют психологи в разговорах с детьми? Обычное активное слушание. То есть педагог-психолог обычно выслушивает ребенка и предоставляет ему несколько вариантов выхода из данной ситуации. И ребенок уже делает для себя сознательный выбор, как поступать в такой ситуации. А взрослые с какими проблемами обращаются на детский телефон доверия? Взаимоотношения между ребенком и родителем, действительно, либо это ссоры, либо это недопонимание, либо это попытки к суициду, тоже очень-очень пугает и настораживает самих взрослых, как вести себя. То есть это растерянность взрослого человека и боязнь сделать ошибку, что-то неправильное. В отношениях с детьми. Да. Татьяна Николаевна, вот такой вопрос. Вот вы узнали о какой-то проблеме. Будь то из уст ребенка, будь то из уст взрослого человека. И вы понимаете, что эта ситуация может вылиться во что-то, не дай бог, трагичное, но какой-то конфликт может быть. Как поступают психологи? Там сообщают дальше по инстанциям или там каким-то образом пытаются реагировать, разговаривать еще дальше с абонентом? Если консультант службы детского телефона доверия получает тревожный звонок, естественно спрашивается разрешение самого ребенка. Можно ли сообщить данные дальше в соответствующие службы. Если ребенок соглашается, называет свою фамилию, имя, дает номер телефона, говорит, как зовут взрослых людей, чтобы дальше связаться и уже помочь ребенку в трудной ситуации. Естественно, консультанты и руководители службы доверия, он дальше уже двигает информацию и предоставляет в соответствующие службы. А есть какая-то обратная связь? Допустим, вы дали кому-то совет, психологи, с кем-то поговорили, потом к вам перезванивают? Бывают такие случаи, когда консультанты делятся такой информацией, что дети перезванивают и сообщают, что произошло дальше. В основном это положительные отзывы, когда дети благодарят за предоставленную помощь, что они справились с волнением, со своими страхами и что они просто счастливы. Это, наверное, самое приятное в работе психолога на телефоне доверия. Ну, вообще, очень интересная миссия в этом году «Телефон доверия», да, это вот как-то связано с семьей, потому что ребенок, наверное, нигде не может быть счастлив, какая бы она ни была, только в семье. Да, самый лучший вариант – это, конечно, когда в семье есть полное взаимопонимание, и ребенок доверяет своим родителям и готов делиться. То есть, получается, что если у вас возникли проблемы, не держите их в себе, лучше позвонить, посоветоваться психологу, тем более, что у нас есть такой телефон доверия. Еще раз помните этот номер – 8 800 9 122. Спасибо большое за участие в нашей программе. Напомню, что у нас сегодня в гостях был уполномоченный по правам ребенка в Чувашской республике Вячеслав Фрафенов и Татьяна Иванова, педагог-психолог Центра психолого-педагогической реабилитации и коррекции Минобразования Чувашской республики. Спасибо за участие в нашей программе. Спасибо вам. Всего доброго. До свидания. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»